МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В Москву-то в шоу Пусть говорят, мы обсуждаем невыдуманные истории, о которых невозможно молчать. 16 ноября, Петрозаводск, 12 часов 35 минут, камера наружного наблюдения одного из дворов. Чтобы выехать с парковки, 37-летний Роман Максимихин просит соседа переставить автомобиль. Разговор идет на повышенных тонах. В следующую секунду сосед из квартиры сверху оказывается на земле. Разделенного Романа не может остановить даже собственная супруга, которая сейчас подбежит. Мужчина успокаивается лишь тот момент, когда избитый Павел перестает подавать признаки жизни. Враг остается лежать на асфальте, хотя победитель покидает импровизированный ринг вместе с женой и маленькой дочерью. Павел попал в реанимацию, а зачинщик драки в СИЗО. Роману Максимитину грозит до 8 лет лишения свободы, а его жертва может стать инвалидом. Как бытовой конфликт перерос в уголовное дело и понесет ли наказание сосед, который оказался сверху? В нашей студии супруга избитого Павла Ермолаева, Виктория. Здравствуйте, Вика. Мы назвали нашу программу «Видео со скрытой камерой», потому что пока не появилось это видео, я понимаю, что составить полную картину того, что было у вас во дворе, было очень сложно. Итак, где были вы в ту секунду, когда ваш муж решал вопрос с парковкой автомобиля? Я находилась у нас дома на 14 этаже, все наблюдала из окна. Вы стали звонить в полицию? Я стала кричать, я побежала за телефоном, стала звонить в полицию, стала звонить в скорую, дозвонилась только до скорой, и полиция уже сказала, что вызов принят. К сожалению, спуститься я вниз не могла, потому что у меня дома находились в этот момент двое малолетних детей. Вы считаете, в чем причина конфликта и был ли агрессивно настроен ваш супруг? Мой супруг был совершенно спокойный, шел только с целью переставить автомобиль. Никакой другой цели он не преследовал. А почему переставить автомобиль? Ранее у меня сработал брелок от сигнализации автомобиля, я выглянула в окно, увидела мужчину, который ходит у моего автомобиля и бьет по лобовому стеклу. Я выглянула в окно, крикнула, что ему нужно, он мне крикнул в ответ так же, чтобы я быстро спустилась, переставила свой автомобиль, его мне сейчас проколят шины. Вы не могли спуститься, поэтому одевается ваш муж, спускается. Я попросила его, чтобы он переставил автомобиль, он только с целью оделся и спустился вниз. Павел сейчас находится в больнице? В больнице, да, находится. Как он тебя чувствует? Ну, он стабилен, у него ужасные головные боли, он практически не может подняться с постели. Вы были в состоянии разговаривать со своим мужем, когда он находился уже в больнице? То есть он мог говорить с вами? Он в первый день не мог вообще говорить. На второй день, третий день? На второй день, да. На второй день, да. И давайте посмотрим, как чувствует себя Павел, как вот он выглядит лежа в больнице, и вы как раз его навещаете. Внимание. Русская голова поваливает. Сейчас тяжело здесь такая. Как вчера все произошло? Я не помню. Вообще ничего? Вообще ничего не помню. Ну, как спускались, помните? В машине. Я. И что говорят врачи? Врачи сейчас не дают никаких прогнозов. Они ждут следующих обследований, чтобы что-то сказать. Надеются, что... Лечение мозга, я так понимаю, констатировано, да, врачами? Да, да. Какой тяжести? Перелом основания черепа. Открытая черепно-мозговая травма? Нет, закрытая. Закрытая? Закрытая, да. Открытая. Открытая от удара о землю, об асфальт? Это еще не сновлено, это будет сновлено медицинская экспертиза после того, как Паша поправится. Итак, давайте все-таки вернемся. В воскресенье, в 12 часов дня, да, все рядом с любимыми, у всех семьи. Почему такая агрессия со стороны, вы говорите, ваших соседей, которые кричат вам, что он проколит шину? У вас до этого были какие-то конфликты или в чем? У нас не было никаких конфликтов до этого. Мы с ними не общались совершенно. Я не была даже знакома с ними. Я узнала... А машина у вас была правильно припаркована? Может быть, проблема была в этом, что вы перегородили выезд, она была припаркована... Она стоит вот, белая у меня стоит. Белая машина, это вот ваша машина, а черная машина, это машина как раз Романа. Это, кстати, главный вопрос, который у нас обсуждали. Была припаркована так, как припаркованы десятки тысяч автомобилей около наших домов. Десятки тысяч. Да, но давайте спросим специалиста все-таки. Игорь, вот вы смотрите на эту картинку. Можно было выехать здесь, обладая... Нет, конечно, здесь можно выехать при желании, совершенно никому не мешает. Во дворе сейчас так паркуются. Естественно, у нас машины появились не так давно, возможно, скупить машину. Места в дворах не хватает. Они не приспособны для этого. Но это не повод убивать друг друга, если тебе чуть-чуть не кажется, что машина слишком близко стоит. Иначе мы все перебьем друг друга. Потому что... Ну, я не вижу вообще повода тут. Агрессия совершенно не мотивированная. Вот я в таком плохом настроении, в воскресенье с утра, давайте я убью своего соседа. И совершенно не важно, припарковал он машину, поставил коляску поперек подъезда, или плохо взглянулся. Я хочу, извините, отойти чуть-чуть в сторону и показать видео, которое было снято тоже на камеры наружного наблюдения летом этого года в Петрозаводске. Все-таки жители Петрозаводска должны осознавать, да, что все дворы сейчас оснащены камерами наружного наблюдения. И вот ночью, например, вот сосед ночью в Петрозаводске возвращается домой и видит, что его место занято на парковке. Вот что он делает, смотрите. Он пинает, да, вызывает сигнализацию, что значит, типа, как же так? Как и в вашем случае, да? Спускается хозяин. Один в один. Вот то, что мы видим у вас на улице, как у вас там улица это? Варламова. Улица Варламова, хотя рядом свободное место есть, вы видите, да? Можно припарковаться спокойно. Вот они выясняют отношения, благо здесь не доходит до реанимации. А бичик, который поставил не на то место, уезжает, и хозяин занимает коронное место, хотя рядом куча, да? Да рядом на лавочке, там сидели две женщины, которые По нашему закону, во дворе ни у кого нету своего места. Двор общий, и нельзя приватизировать по нашим законам место в общем дворе. Все эти столбики, которые люди вбивают в цепочки, они незаконны. Вы не полагаете, что в этом собственно в том числе Такие действия исходят лишь только исходя из того, у кого больше мышц. Вот он посчитал, что у него мышцы больше, значит место его. Ну вот Мария как раз говорит, что вот если бы у всех было свое место, то может быть этого бы не... На самом деле не исключено, что проблему можно было бы решить, если бы действительно у каждого было свое место. Это в общем в Европе широко распространено, когда ты отдельно, да, ты платишь за место. Но сейчас у нас разрешили оружие, поэтому я думаю, сейчас мы будем ждать не драк кулачных, а мы сейчас... Да, сейчас количество автолюбителей станет меньше, потому что если травматики широко используются. Количество агрессий на дорогах снизилось. Статистически, если люди раньше орудовали битами, то когда появилось травматическое оружие, есть риск получить отпор, что действительно вот в этой ситуации есть возможность защититься. Это все иллюзии совершенно 100% и в одной простой причине. Для того, чтобы проявить агрессию не нужен конфликт, потому что давайте определимся. Агрессия это решение своих внутренних проблем за счет другого. Поэтому это совершенно о другом. Если вам плохо, если вы не можете высказаться начальнику, потеряли работу, разводитесь с женой, вам внутри плохо, вам не важен повод, вам не нужен конфликт, как бы кто ни припарковался, вы выйдете и будете просто бить. Вот, понимаете, проблемы внутренние каждого человека. Вы написали заявление в полицию? Да, я написала заявление в полицию на следующий день. Роман или его супруга извинились, позвонили, попросили прощения, прислали цветы, навестили вашего мужа в больнице? Нет, нет. Никто ничего такого не сделал? Никто ничего, да, не сделал. Но хочу сказать, что сейчас у нас есть уникальная возможность услышать, возможно, извинения из первых уст. Оксана, жена агрессивного Романа, сегодня в нашей студии. Что расскажет нам она? Давайте познакомимся с Оксаной Максимихиной. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Я пришла в эту студию только с одной просьбой. Помочь в правильном, справедливом и объективном расследовании данной истории. Проблема в том... Секунду, секунду, уважаемый третий. Проблема в том, что все люди... Все люди, которые видели данный ролик, вырванный как бы из конституции, сделали свои определенные выводы. Я не оправдываю Романа, абсолютно. Я просто хочу справедливого, объективного расследования данной ситуации. Оксан, давайте, чтобы все было объективно, еще раз тогда вернемся к этому видео, потому что я расскажу историю, которая произошла со мной. Мне в Твиттер пишет житель Петрозаводска, Андрей, у нас драка, пожалуйста, нужно разобраться, свидетелей нет, ничего не можем найти. Вдруг, значит, через день он пишет, о, нашли видео, значит, появляются новые подробности. И мне пришлось отсмотреть вот этот там час этого видео, которое со скрытой камеры, установленное на доме, да, о котором никто не знал. И оно как бы предполагает. Поэтому давайте вот еще раз. Значит, с самого начала, вот не с драки момента, да, а вот с момента вот, значит, 12.35, вы поехали куда-то с семьей, собираетесь. Да, мы в больницу хотели поехать, у меня заболела дочь. То есть вам уже срочно понятно, что вы волнуетесь за ее состояние. Я вообще хотела бы я добавить изначально, что Виктория лукавит, что мы не знакомы. Мы знакомы с ней, потому что с данной семьей у нас сложились неприязненные отношения уже больше полутора лет назад. Полтора года назад приблизительно. Вы живете в одном подъезде? Да. Они живут выше, мы ниже. Суть в том, что было затопление нашей квартиры. С потолка полилась горячая вода. Я с ребенком была дома одна. Мы составляли акт, есть председатель ТСЖ, составляли акт о залитии нашей квартиры. На что данная семья никак не отреагировала и даже не посчитала нужным просто извиниться. Мы не обращались в никакие судебные инстанции, куда нужно было. Вы же хотите объективно расследовать даже этой ситуации. Такое, если исходить из вашей логики, вашему мужу нужно было просто подняться на этаж выше и забить соседа ногами. Если он не принес извинения, вы не подняли все. Нет, секунду, но Оксана была в этой машине, давайте вернемся. Вик, это правда, что вы залили ребят горячей водой и даже не извинились? Залили не мы. Прорвало трубу общедомовую отопление, когда ТСЖ проверяла у нас отопление. Но вы знакомы? Мы не знакомы, я не знаю, я узнала, мы виделись, но мы не знакомы. Мы только виделись. Мы с вами не знакомы. Нет, но я даже не знаю, как у вас... Вы сегались, какая разница, что вы придираетесь? Мы не знакомы. Итак, возвращаемся в историю. Значит, дочь болеет, нужно срочно оставить ее в больницу. Вы не можете выехать из двора. Ваш муж кричит, что сейчас проткнет шину. Я этого не слышала. Я в первую очередь отправила их в машину, чтобы дочка была одета, чтобы она, естественно, не потела в квартире. Они отправились в машину. Я не засекала время, сколько я собиралась. Я вышла, спустилась к машине. Я вижу, что моя дочь сидит в машине, а Роман на улицах, около машин. Он мне сказал, садись в машину, что нам не выехать. Я сразу обратила внимание, что данная машина стоит перед нами очень вплотную. Сзади машина стояла синяя. Она стоит на приколе. На ней никто не ездит. Я видела, что впереди стоящая машина мигает фарами. Работает как бы сигнализация. Я вижу, что мой супруг разговаривает с Викторией, поднимает голову наверх. Я вижу вот этот диалог. Сказать, что говорила Виктория, я не могу. Я слышала только просто обрывки каких-то фраз. На что он садится в машину, и мы сидим и ждем. Я тоже не могу сказать, сколько по времени это. Я никак не могла предположить, что это закончится именно так, как закончилось. Я обернулась назад, и я вижу, что идет Павел. Я Роману говорю, Рому идет, и сейчас отгонят машину. На что Рома выходит с машины и говорит, уважаемый, почему он вышел из автомобиля? Почему он не мог, сидя в машине, что-то ему сказать? Я могу ответить. Так зачем? Он агрессивно сам выбежал с этого автомобиля. На что Павел подходит впритык к Роману, и я своими ушами слышу четко. Эй, чертила, я тебя сейчас здесь грохну. Дальше происходит все секунду. Я выбегаю из машины, и я ничего не могу сделать. Все происходит как в тумане. Роман застал Павла врасплох. Павел даже не успел среагировать. Если Паша шел бы с кулаками, то что вы в помощи не оказали? Вот вы видели, что происходит, вы почему ничего не сделали? Девушка, если вы хотите объективного рассмотрения ситуации, то объективно. Что мы видим на лицо? Нанесение тяжких телесных повреждений из хулиганских побуждений. Это достаточно немаленький срок. Даже если вашему мужу были нанесены оскорбления, которые вы сейчас говорите, это абсолютно не является поводом, если исходить с точки зрения закона, для того, чтобы доставать руки из своих карманов и наносить какие-то тяжелые травмы. А что видите вы сейчас вот на этом видео, если мы говорим про объективность? Я согласна с ранее выступавшим коллегой, однако здесь, может быть, в качестве мотива не хулиганские побуждения, есть у юристов такое понятие, на почве внезапно возникших неприязненных отношений. Я согласна с психологом, есть понятие повод, есть понятие причина. Вот это было использовано как повод. У вас муж давно за рулем? Стаж какой у него водительский? Мы с ним знакомы, я могу сказать, сколько мы с ним знакомы, почти 8 лет, и все эти года он водит машину. Вот большинство здесь умеют водить машину, вот здесь отпарковаться может человек даже со стажем, если он хотя бы год водит. Это просто повод, понимаете? Можно я добавлю? Вы, простите, вы давно знаете Романа, вы, Александр, общаетесь с ним, он всегда такой агрессивный? Он никогда такой агрессивный не бывает. Человек, разрешите просто сказать, значит, мы дружим с семьями, значит, сколько я знаю Романа, в общем-то, человека сложно вывести из себя. Он всегда человек диалога, поэтому он соответствующую должность занимает на своем рабочем месте, работая в фирме. Значит, что я могу сказать? Я согласен, что ситуация, то, что мы видим на экране, она ужасна. Но, когда говорим мы про объективность, тут идет речь о том, чтобы было понятно, что у семьи одной и второй идет затяжной конфликт. Конфликт, когда? Вот это, наверное, покажут, вот, как парковалась Виктория, как она отошла и посмотрела. Хорошо, я хочу сказать, что действительно, видео со скрытой камерой вы назвали программой, потому что она засняла момент не только драки, но и момента парковки Виктории, которая ночью приехала домой, припарковала машину. И как она парковалась, вы увидите сразу после короткой рекламы, потому что камера засняла и этот момент тоже. Оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok 16 ноября в 12 часов 35 минут. Камера наружного наблюдения. Чтобы выехать с парковки, 37-летний Роман Максимихин просит соседа переставить автомобиль. Разговор с 43-летним Павлом Ермолаевым идет на повышенных тонах. В следующую секунду сосед из квартиры сверху оказывается на земле. Разверенного Романа не может остановить даже собственная супруга, которая выходит из машины. Она рассказала нам до рекламы, что они везут девочку в больницу. Мужчина успокаивается лишь тот момент, когда избитый Павел перестает подавать признаки жизни. Враг остается лежать на асфальте, а победитель покидает импровизированный ринг вместе с женой и маленькой дочерью, которую нужно везти к врачу. Павел попал в реанимацию, а зачинщик драки в СИЗО Роману Максимитину грозит до 8 лет лишения свободы. Сегодня в нашей студии обе супруги повздоривших мужчин по улице Варламова, дом 37. И сейчас в этой студии появится еще один житель дома номер 37. Это Павел Михайлович Устюгов. Почему он уверен, что этот конфликт был тщательно спланирован? Давайте познакомимся с Павлом Михайловичем. Здравствуйте. Вы знакомы и с одной семьей, и с другой. С одной знакомой. С одной знакомой. Что вы можете сказать о них? Это, ну, я могу сказать по этому поводу то, что Романа знают только с хорошей стороны. Это наиспокойнейший человек, которого вывести из равновесия вообще невозможно. Скажите мне, почему тогда, вот, одну секунду, я просто сейчас такая, там сотни историй приходят не в течение дня, там, в электронной почте, и вот в этот раз это просто история Твиттера. И почему я обратил внимание, потому что Петрозаводск, ну, думаю, знаешь, Петрозаводск, когда едешь в Мурманск, всегда останавливается, знаешь, там, поезд стоит 25 минут, и какое-то такое родственное чувство, и начинаешь обращать внимание, который из своего края. Там было написано, что, когда начали опрашивать, и этого видео еще не было, все говорили про то, что никто не знает, никто не видел, и вы в том числе, как будто бы говорили, что вы не знаете, что произошло с Павлом. В смысле не знала? Ну, что, когда вас спросили, кто избил, что вы сначала говорили, что... Нет, почему? Если я это присутствовала, видно, как я могу сказать, что я не видел? Я хотела добавить, Андрей, только то, что было повторное залитие квартиры. И когда... Подождите, дайте я скажу, можно я скажу? Я хочу добавить, что Виктория меня неоднократно оскорбляла и толкала меня с ребенком на руках с лестницы. Это может подтвердить председатель ТСЖ. Нет, это все придумали, это неправда. Андрей, я могу ответить вам, что, когда после первого раза вечером пришел ко мне, как я сейчас знаю, как его зовут, Роман, который представился просто седом снизу, и сказал, что хотел бы поговорить с моим мужем по-мужски, я сказала, к сожалению, его сейчас нету, что вы хотели. Вот вы нас сегодня залили. Я говорю, ну вы понимаете, такая ситуация, что вот прорвало трубу, что общее домовое имущество, все это... Он говорит, я ничего не хочу слушать. Вот ко мне сегодня приходили строители, сказали, вот 5000 рублей стоит, чтобы отремонтировать то, что вы сделали. Вот будьте добры мне сейчас, дайте эти деньги. Что я ему сказала, Роман, не Роман, я просто ему сказала, что обращайтесь, пожалуйста, в суд, и будем все вопросы решать. Если суд посчитает, нужно, если присчитает, что вы виноваты, мы будем готовы заплатить. Ну давайте вернемся от проблемы со старыми трубами в городе Петрозаводске, да, к моменту того видео, которое вы нашли. Где вы его нашли? Я хотел договорить, и меня прервали, потому что я задался таким вопросом. Что это могло Романа вывести из равновесия, этого спокойнейшего человека, что его могло довести до такого состояния? Хорошо, ну вы же поняли, дважды залитая квартира и видео, которое вы нашли. Давайте посмотрим вечер накануне, как паркуется Виктория. Внимание. Итак, во сколько вы вернулись накануне, Виктория? Около 8 часов вечера. В 8 часов вечера, вот вы припарковали машину, вы видите, места много. Обратите внимание, зачем это делается? Это провокация, натуральная провокация. Я посмотрела, убедилась, что действительно есть место выехать. Там можно сдать назад и выехать. Впереди полно места, я был на этом месте. Там идет поребрик круговой. Стоит машина, которая прямо, и у нее место впереди полтора метра. То бишь, полметра хватило бы, чтобы встать. Никто больше там не паркуется. Зачем паркуется машина? Это специальная провокация. Вы того, кто-нибудь другое, чтобы безопасность своей машины, чтобы ее никто не поцарапывал со стороны капота. Но на самом деле, повод для конфликта мог быть и другой. Я так понимаю, что этот конфликт назревал достаточно давно. Игорь, а вы считаете, почему нельзя было оставить вот на том расстоянии, когда она была припаркована? Наверное, можно было и на том расстоянии. Но почему? Видимо, ее все равно сдвинули позже. Ведь когда возник конфликт, расстояние было довольно большим. Я не понимаю, еще раз говорю. Вот ее все равно потом подвинули. Когда возникла драка, расстояние, согласитесь, все видели совершенно другое. Но я могу сказать, что и так можно выехать. И это не повод для того, чтобы бить друг друга. Нет, выйдешь ты и его двонишь в машину. В чем проблема? Мы же культурные водители. Андрей, маленькое наблюдение. Я могу сказать, что молодой человек, вот муж девушки, вышедший из дома, он явно не был настроен, по крайней мере, на драку. По одной простой причине. Он является правшой. Мы сейчас этот вопрос выяснили. Если бы человек хотел изначально драться, он стоял бы не вот так к своему обидчику, учитывая, что он правша, а стоял бы вот так, будучи готовым к удару. Но он стоял так. Понимаете, это уже чисто с профессиональной точки зрения говорит о том, что человек не был настроен на драку. Но получил, извините, выражаясь термином боксера, не боксером, не знаю термином, получил хорошую двойку в голову. Роман мне рассказывал ситуацию. Он говорит, я не понимаю, что произошло. Он сказал, я тебя сейчас урою чертила здесь, и вот рукой отмойнул. Понимаете? Он боялся, если нанесет вам первый удар Роману, то... Это человек агрессивный. Это удар в конфлик двух девушек, двух женщин. Ваши мужчины, момент провокации со стороны вашего мужчины виден по видео. Он не зажимал руки. Он явно сказал что-то оскорбительное в адрес Романа. К сожалению, это неправильно. Мужчина не сдержался. Мужчина отреагировал очень неправильно, и он должен получить за это срок. Конечно же, но момент провокации со стороны вашего мужа был, а конфликт двух женщин. Бытовой совершенно конфликт, который мог привести к смерти человека. А мужчины решили доказать, какой самец сильнее. Все проблемы из-за женщин. Давайте пригласим родителей. Родители Романа, они не были свидетелями конфликта, но они твердо уверены, что их сын не виновен. Леонид Викторович и Маргарита Борисовна сегодня в нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы сегодня пытаемся вести здесь такой объективный разговор, выслушивать обе стороны, что произошло. Вот вы, когда смотрите на видео, которое снято непредвзятой камерой, да, она просто фиксирует то, что произошло. Вы считаете, ваш сын поступил правильно, когда вот избиваете его? Да нет, конечно неправильно, но мне кажется, эта ситуация-то его довела. Избиение с особой жестокостью, с особой жестокостью, ногами, эта ситуация довела, да? Пожалуйста, я не слышу вообще героев, а? Конфликты назревали у них давно, и этот сосед вышел, его как-то обозвал, оскорбил. И, конечно, он не вышел, и, конечно, он не выезжал. Вот сейчас выясняется, что он вышел без ключей. Почему он вышел без ключей? У него ключи были в кармане, в смысле, без ключей? У него ключи, у него ключи, отдогнать машину. Он сказал, у меня ключей нет. Вообще есть люди, которые могут сказать, что он не спрессовала. Да, ключи, ключи снимала лично я в присутствии докторов, перед тем, как Пашу загружали в карету скорой помощи. Я ключи снимала при свидетелях, у него с кармана. Я был там, Роман мне позвонил, сказал, что у него проблема, приедь забери дочку с женой. Да, я подержал, я увидел эту картину, лежит этот потерпевший, значит, и ситуация такая. Там уже находятся сотрудники милиции, которые рядом с ним. Передо мной подъехала скорая, вышли медики, пошли туда, соответственно, с этим пошел я. Когда начался этот разговор, Роман стоял, понятно, у него тряслись руки, он еще в таком состоянии шока какого-то, я не знаю, как это называется. Это женщина, ее не было, то бишь супруги, да, потерпевшего, ее на месте не было. Она дождалась даже ни милицию, ни медиков, она дождалась, пока приедет ее папа, и только тогда она вышла оттуда и спустилась на деньги. Двоих малолетних детей, я не могла и составить, и ездить, и то, что вынимала из карманов и так далее. Человек визуально, подтвердили милиционерам в данной ситуации, подтвердили медики визуально, и Перегар был выпивший, он был без ключей. И что? Она вышла, дайте, пожалуйста, договорю. Я умею начну сейчас разобраться, какие он оценки в школе получал. А, все-таки главный вопрос, извините, тоже были. Даже выпивший, не выпивший, вы вызывали скорую помощь, или только вы вызывали скорую помощь? Роман попросил попросить человека. Роман попросил вызовите скорую, вызовите медиков, а она снимала это все кино со своей камеры, с 14 этажа. Вы поймите, здесь вы не выходили к мужу вниз. Я не смогла, видите, я только смогла, когда приехала сестра с папой. Я точно шла, собака с прогулки, я лично видела Викторию в окне. Я бы, например, со стороны своего, вот мне бы, я бы побежала к своему мужу, если там уже что-то получилось. Вы просили своих детей. Я бы без тапок, без обуви. Вы просили своих детей. Там ребенок ходит в школу. Вы просили своих детей. Я бы оставила ребенка, но я бы побежала к этому лежащему мужу. Давай сейчас не будем разбираться, насколько жена сильно или не сильно любит своего мужа. Мы даем правовую оценку действий. Давайте мы сейчас сделаем еще одну короткую рекламу. Далее в нашей программе председатель ТСЖ, которая была в центре конфликта, а также молодой человек, который выложил это видео в интернет после рекламы. Вы смотрите «Пусть говорят» видео со скрытой камерой. Мы обсуждаем сегодня, это было снято в Петрозаводске 16 ноября. В 12 часов дня двое соседей выясняют место на парковке с помощью кулаков. Один из них оказался в больнице с черепно-мозговой травмой. Другому грозит в до 8 лет лишения свободы. Во время рекламы к нам присоединилась председатель ТСЖ, Дума 37, по улице Варламова, Тамара Григорьевна Свитич. Добрый вечер. Я знаю эти две семьи, я живу в этом доме. Я могу охарактеризовать этих ребят с хорошей стороны. Добрые, отзывчивые, молодцы, семьянины, любящие своих детей. Вы знаете, не конфликтные. И я считаю, что действительно поводом, конечно, была первая, это протечка квартиры. Что когда они могли, они договориться. Они просто это все усугубили. Вторая причина была, дайте мне сказать, конфликтная ситуация. Опять я оказалась свидетелем. Когда правильно говорила Оксана, я встретила ее и спрашивала. Второй раз была у вас протечка. Первый раз я акты составляла. Я спрашивала, как у вас решился вопрос. И стали мы с Оксаной разговаривать. Вы прошли мимо. Вы услышали это. Вы, значит, у нее стали спрашивать, что она хочет. Я вас попросила. Дальше уже много времени прошло. А дальше что вы сделали? Вы просто стали спускаться. Вы толкнули грудью ее при мне, Вика, и при мне толкнули грудью ее, что я бы не успела ее схватить. Она с маленьким ребенком. Понимаете, что сейчас за пилиту и за ложь вас могут привлечь. Это все ложь. С маленьким ребенком на руках стояла. То есть помимо протечки был еще конфликт, что Вика толкнула... Да, она с маленьким ребенком летела, бежала с лестницы. Она стояла, не могла схватить. Не надо говорить. Если бы она упала, были бы проблемы. То есть вы считаете, что это как раз вот то, что мы видим на видео, вот эта драка, это уже кульминация всего накопленного от трубы до толканий на лестничной клетке? Я не знаю то, что когда я встречалась с Ромой уже после этого, то Рома просто мне сказал, вы знаете, я просто боюсь за свою семью. Потому что после этого конфликта. Если Виктория позволила себе... То если якобы... Жал, пожалуйста. А я просил вас уже это помолчать сегодня. Что он не говорил, что он в смысле боится. Боюсь за свою жизнь сейчас я. Я боюсь приезжать во двор, боюсь портоваться. Если она позволила меня толкнуть до трех годов, то страшно это. Я боюсь, что... А страшно за что? Я не знаю, что вот этот человек может сделать, если бы он остался, не дай бог, на свободе, его не арестовали, не посадили, что бы он мог сделать. А если сложилось впечатление, что он детский ветеран... Игорь Владиславович, вы сейчас что сказали, простите, я не услышала? Ну, я спросил, почему Вика не выбежала спасать мужа, видя, что его убивают. Ну, я считаю, что двое маленьких детей, это не настолько уважительная причина, чтобы приводить ее как оправдание. Что-нибудь случилось? Андрей, у меня к Вике сейчас один вопрос будет. Да, пожалуйста. В данной ситуации, любит она больше мужа или нет, но в данной, вот то, что мы видим, вот в этой ситуации, человека избили, был до этого конфликт с протекшей трубой, не было конфликта. В данной конкретной ситуации просто происходит жестокое избиение человека. Вот об этом мы говорим. Что подделано? Вот такое избиение специально подделано. Ну, о чем вы говорите? Машина припарковалась для этого. Что бы он ни сказал, он не наподобил. Вышел человек, якобы отобнать машину, он вышел без ключей, выпал поддавший. Он не собирался машину убирать. Он вышел специально спровоцировать вот эту драку. Он не собирался сказать, его жестоко избили. Вы лично проводили? Есть свидетели. Вы лично проводили досмотр карманов? Я лично не проводил. Кто проводил? Вы проводили досмотр карманов? Так, у меня вопрос с родителем Романа. Можно маленький буквально? Дело в том, что, понимаете, мы смотрим видео и слушаем вас. И никакая-то нестыковка. Чудес, правда, не бывает. Если себя человек так повел, он мог ударить, но он добивал. Соответственно, он так себя вел раньше. Да нет, он вырос всегда добрым. Да нет, он вырос всегда добрым, каким он вырос. Давайте сейчас все успокоимся. Пригласим в нашу студию правозащитника Сергея Варапаева. Именно он выложил в интернет эту видеозапись, которая и помогла пролить свет на то, что произошло в воскресенье в Петрозаводске в полдень. Встречаем с Сергеем. Вы знаете, я чрезвычайно возмущен, был за кулисами. Вот это не первый случай. Ну, вы взрослый человек, ну, зачем вот так вот? И вы поймите, вот, во-первых, за скобки опустили главного героя, это раз. А во-вторых, опустили за скобки. То, что неважно, какая причина, неважно, это совершенно неважно. Вот поймите, да? Сам факт того, что я иду по улице, и я не знаю, откуда ждать от меня беды. Понимаете? Этот случай, это неоправданное насилие. И именно видео названо так, неоправданное насилие. Жесточайно. И это же, это чрезвычайно жесточайно. И здесь, и здесь. Вы вышли так сразу громогласно обвинили всех. Вы объясните, объясните, в чем? Потому что здесь говорят, что вот то, это, пятое, десятое. На зале куча причин, почему можно было его ударить. А в чем кроется-то? Ну, не суть. Я вам расскажу два случая в своей жизни. Первый случай. Вы пройдите, скажите. Нет, только сейчас, что вы виноваты, а все бы поступили иначе. Никакая разница. Это не просто так, все произошло. Вы обвинили людей в чем-то. Расскажите. Нет, что все оправдывают, что это избиение. Мы разбираемся. Мы разбираемся. Мы разбираемся. Какая разница в то, что сказал, в то, что это. Применение силы недопустимо. Давайте скажем, да. Я не знаю, восемь, не восемь, но, безусловно, человек должен понести наказание за то, что он сделал. Это во-первых. И самое главное, что если бы не было этой камеры, что не было бы этих объективных, по крайней мере, хотя бы косвенных улик, то не было бы никакого наказания. Вот сейчас мы не можем привести к ответственности многих граждан, хотя мы ловим постоянно. Мы можем инициировать производство административное, но наши улики на наши фотоаппараты и камеры, снятые, не могут являться доказательством. Именно сейчас мы инициируем принятие федерального закона и поправок, которые будут позволять всем гражданам, имея видеорегистратор, фото, привлекать людей к ответственности. И только тогда, когда люди будут понимать, что в каждом автомобиле есть глаз и привлечение. Когда люди будут защищены, данные не принимаются в суде, правильно? Когда люди не будут получать данные и не могут угрожать друг другу. И здесь... Можно, коль уж скоро здесь я единственный представитель Государственной Думы, я отвечу на ваш справедливый в данной ситуации выпад. В прошлом году наша фракция вносила законопроект, чтобы суды в обязательном порядке рассматривали видео, которое предоставляет граждане, и чтобы это видео было решающим фактором для рассмотрения и принятия решения судом. Но, тем не менее, данный законопроект был отклонен, нам было мотивировано, что ребят, судам и так дано право просматривать видео, а не пользуются этим правом. Хотят рассматривать, хотят не рассматривать. Мы им и говорим о том, что нельзя, не должно быть так, хотят рассматривать, хотят не рассматривать. Есть видео, значит вы обязаны суды рассматривать. Если бы не было этого видео, то перевернули бы ситуацию намного по-другому, потому что... Когда спустилась я, когда... я смогла спуститься, стояла председатель ТСЖ, стояла вот этот вот мужчина, и они утверждали, что Павел упал сам. Вы представляете? Сейчас они это отрицают, они говорят, что они этого не говорили. Было сказано лично мне. Если мужчина дала такие показания, это 306-я. Это лично мне было сказано. Я хочу передачу вот эту вот неоправданную согласно с вами абсолютно жестокость. Ни один человек со стороны Романа, друзей, родителей не говорит, что он был прав. Он был неправ. Жестокость неоправданная. Но на заметку всем, к сожалению, провокация со стороны этой семьи была не раз в бытовой системе, в системе парковки. Человек должен знать, когда вы провоцируете, к сожалению, вы можете получить вот эту неоправданную жестокость, в которой он не смог физическим противостоять. Поэтому нужно знать, провокация может быть наказана сверху. Он сядет провокация, секундочку, это когда тема конфликта, секунду, два слова. Не история про то, что я, даже если и была провокация, как многие здесь считают, то можно было просто без предупреждения взять, прокнуть в ней колесо, и она бы полдня мучилась, его бы делая. Вот это я понимаю. Но зачем? Но зачем бить человека и доводить его до больничной койки, понимаете, и устраивать драку на глазах? Вы знаете, у меня вопрос такой к Виктории. Подскажите, Тамара Григорьевна мне вечером отзвонилась в этот же день и сказала, говорит, Алла Валерьевна, откройте, пожалуйста, говорит, соцсети, и зайдите к моей дочери на страницу. Почему всех обвиняют, что он жестокий, но почему-то вдруг поступает, откуда-то, не возьмись, на Тамару Григорьевну, на дочь страницы, угрожать? Вашу семью надо замочить. Вы можете за то, что вы поддерживаете... Я не знаю, Тамара Григорьевна, первый раз вижу весь этот двор в Петрозаводске, но, глядя на это видео, я считаю, что, безусловно, так вести себя нельзя. Вы меня извините, но... Ну, это не важно. Мы на честной стороне... Вопрос, что нам делать и как себя обезопасить, потому что, что мы имеем на сегодняшний день? Конфликт, это всегда пересекающиеся интересы. Когда где-то кто-то пересеклись, не важно, параллели, затечка, протечка, не важно, но агрессия у человека, с которым вы сталкиваетесь, может быть непредсказуемая. И получается, что на сегодняшний момент, я как психолог могу сказать, что тема... Вопрос, как избегать конфликта максимально, потому что вы затронули человека по мелочи, а реакция будет вот такая, то есть проломленный череп. Уважать друг друга, это сейчас пустой звон, потому что все настолько напряженные, что из-за мелочи друг друга начинают просто... Я хочу еще раз обозначить название программы, чтобы люди понимали, когда они дерутся, когда они бьют, и когда им кажется, что их не снимают. Их снимают, за ними следят, камера в каждом дворе и в каждой машине, и каждая жена, которая даже не выходит, она снимает на мобильный телефон, чтобы потом доказать. Чтобы какой-то страх был, правильно. Дело все в том, что видео со скрытой камерой... Для Романа это была скрытая камера, которая была на доме. Послушайте меня. Тогда он должен был понимать, что его снимают, и что он не избежит наказания. Тогда он должен был понимать, что рано или поздно его найдут. Я не делаю на сельском подделу. Сейчас мы сделаем короткую рекламу, и я покажу вам видео, которое было снято скрытой камерой в Смоленске, где все закончилось намного плачевнее, чем в Петрозаводске. Пост рекламы. В эфире «Пусть говорят» сегодня мы обсуждаем видео, которые были сделаны камерами скрытого наружного наблюдения во дворах России. Давайте перенесемся в Смоленск. Оживленный двор. Середина октября. К дому резко поворачивает черная иномарка, но лихач вынужден сбавить скорость. Навстречу автомобилю идут двое молодых людей. 25-летний Михаил Соловьев и его друг Олег Шкредов. Михаил решает сделать замечание водителю. Кажется, что конфликт исчерпан. Михаил и Олег идут дальше, но машина не торопится уезжать. Водители пассажира иномарки решили проучить пешеходов. Разговор явно не клеится, и в ход идут кулаки. Один удар, и 25-летний учитель информатики больше не смог встать. В студии друг погибшего Михаила Соловьева Олег Шкредов. Он был рядом с Михаилом в тот роковой день. Итак, расскажите, вот вы слышали сейчас историю в Петрозаводске, конфликт, накапливается, трубы, взаимные оскорбления. Здесь, я понимаю, вы первый раз видите этих людей, делаете им замечания. Нет, я замечания никаких не делал, и не слышал, чтобы Михаил делал замечания. Мы просто, они выехали нам навстречу, притормозили, ну мы как бы шли по дороге, делали шаг в сторону, и пошли дальше. Я даже внимания не обратил вообще. Я даже не знал, что что-то происходит. И пошли. Потом слышали оклики. Значили. Крики какие-то, ну там матные ругательства какие-то. Все. Каждый подошел один к нему, к Михаилу, а другой ко мне подошел. Я уклонился от его, видите, как походка идет. От его удара? Да, два раза пытался ударить. Я отклонился, сейчас он будет видно, я вот выскакиваю из машины, вот пытается меня ударить. А что сказали-то вам? Говорили, что-то мат какого, ну я не понимал. В чем, что вам предъявляли в вину? Вообще не понимал. Дорогу перешли, мешали проезжать, что сказали? Вообще не понимал. Шли по проезжей части, ну типа шли, наверное, по проезжей части. Это же двор, это внутри двора, это пешеходная зона. Ну это зверьки какие-то, самонатуральные, я так людей не могу назвать-то. Зверьки. Кто, кто эти два молодых человека? 18-летний парень и 20-летний, который Миша ударил, это 18 лет. Ну, у них прошлое, один, у него есть судимость, вот который, второго у него, 4 года судимости условная. Ага. А вот, который Миша ударил, он до 18 лет тоже был, как бы, ну у него была судимость, но она уже погашена, так понимаю. Молодые ребята, дорогая машина, у них иномарка. Ну, какие родители, наверное, подарили, я не знаю. Так, и они задержаны? Задержаны были и потом сразу отпустили, на следующий день. Подождите, кто-то от Миша нас понес? Итак, нет, пока еще идет следствие, но у них хотят статью. А как давно это было? Месяц назад. Месяц назад все произошло, двое задержанных были задержаны ровно несколько часов, это Андрей Стригин, который нанес сороковой удар, и Андрей Елисеев, они сейчас на свободе, и вот, что они рассказали полиции. Внимание. Я на свою машину и после чего, когда вышли, ну, спросил у меня, зачем ты это делаешь, а чего они говорят, мог бы отвечать, и все. Ну, еще больше ждало злости. Словесно можно было решить конфликты как-то? Ну, я думаю, что нет, потому что... Почему полезный трансов потерпешен? А у вас не очень. Я не очень. Я не очень. Я не очень. Я не. Мама Михаила Эмма Викторовна Соловьева сегодня приехала на нашу программу. Давайте поговорим с ней. Примите, пожалуйста, наше соболезнование. Я понимаю, что такое потерять вообще единственного сына, молодого, красивого. Вы боретесь за то, чтобы вот эти два парня, которые сейчас на свободе, были наказаны? Я пытаюсь бороться, но я чувствую, что есть какие-то, не знаю, препятствия. То есть, как бы дело идет, я считаю, что не так. И я считаю, что меняет не ту статью, явно не ту статью. И, ну, как-то вот... А по какой статье сейчас делаешь? Будьте ли, что поднял осторожность? От чего наступила смерть? От удара кулаком сотрясение или от падения удара головой об асфальт? Нет, от падения не было. Падения не было. То есть, от удара кулаком. А покатился на локоть и потом потерял сознание уже. И даже, может быть, не удар кулаком. Но, как я понимаю, это тоже с камеры видеонаблюдения в машине. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день заключение судмедэкспертизы готово уже или нет? Вас должны ознакомить как потерпевшую. Нам сказали, что пока не готово. Пока ничего не говорили. Если будет заключение, что смертность находится в причине следственной связи именно от удара, то это 111, 104 до 15 лет лишения свободы. Видимо, я просто пытаюсь как-то понять логику органов предварительного следствия. Ближе решили подстраховаться. Если, как вы говорите, дело возбудили по 109, ну, еще тут бы разучала такая информация, что там, я не знаю, чьи это дети. Может быть, какой-то административный ресурс. Поэтому пока 109, поэтому пока меры пресечения нет. А что, по этому видео можно сомневаться, что был удар или его не было? Ребята шли, были у вас в гостях, да, возвращались? Ну, не у меня, у другого друга. Я хочу сказать, Михаил мой лучший друг, да. Что я могу сказать? Дело шьют по 109, сомнений у следствия вообще никаких не возникает, что это так и закончится. То есть, ну, я не хочу кого-то голословно обвинять. Я могу только... А там какие-то родители стоят за ними, или что? Почему это вот с четырьмя судимости на роскошных машинах? Ну, слухи ходят, что, да, что вот кто-то какой-то верхний, верховный покровитель, если... Вы считаете, что 109 статья, это не объективно? Ну, если есть адвокаты, которые говорят... Нет, секундочку. Вы считаете, что вот видео при просмотре, это не 109, то есть это не убийство по неосторожности, это умышленное убийство? Нет, причинение тяжкого телесного вреда здоровью, причинившего смерть. А вы что видите на этом видео? Из хулиганских вознуждений. Ну, я вижу здесь, в общем-то, умышленное причинение вреда здоровью. Я думаю, что умысла убивать, конечно, у них не было, но я вижу, что это два отморозка. Вот часто говорят... Часто говорят... Отморозок, отморозок, но мало кто может дать точное определение, кто это такой. Это человек, который решение любого вопроса сразу переводит в плоскость конфликта. Вы это сейчас и видите здесь. Проблемы вообще никакой нет. Им сам процесс важен. Они его получили. А как ребята себя повели дальше, вот, которые били? Они сразу уехали. Когда увидели, что Михаил упал, они сразу ушли. Все слышали, что... Какой вопрос, конечно, человеку дали... Он был приговорен, как условно, да, условно, 4 года. И, естественно, у него вседозволенность еще больше выросла. Естественно, это кто? Опять же, государственный регулятор. Это сотрудники полиции, судейской системы. Они дают возможность действовать и относиться к каждому... После того, как сейчас люди увидят эту передачу на первом канале после запроса в Генеральную прокуратуру, который я сделаю по факту данного видео, я думаю, что ситуация несколько начнет меняться. Если там есть административный ресурс и включен вдруг в пользу этих отморозков, я думаю, он сразу отпадет. Я бы хотел... Да, да. Я бы хотел обратить внимание у вас, что кровавые разборки, которые начались на дорогах, а которые стали там типичными и постоянным явлением, потепенно перемещаются во дворы наших домов. И те же самые люди определяют, в общем-то, атмосферу во дворах. Они подозревают, что никто не накажет их, что их преступления будут безнаказанными по той простой причине, что действительно у нас сложилась ситуация, когда за преступление не наступает неизбежное наказание. Вот только видеокамеры, только средства СМИ, которые показывают, что может быть такая ситуация, когда заснятое преступление, оно будет переквалифицировано, соответственно, может помочь прекратить это все. Потому что иначе... Дело в том, что на дорогах России сейчас находится всего 300 автомобилей на тысячу населения, и у нас еще далекий путь, еще два раза больше должны быть автомобилей, но им негде ездить и негде парковаться, потому что дорожная сеть в наших городах не предусмотрена на такое количество. Но и не только сеть, вот сейчас вы на экранах видите это все, видео с камер, видеорегистраторов, с камер наружного наблюдения, которые могут быть рассмотрены в студии, которые могут быть полезны для решения всех вот этих конфликтов, когда большинство наших граждан делает вид, что они ничего не видели, не слышали, были заняты своими делами. Давайте сейчас перенесемся еще раз в Смоленске, посмотрим на Михаила, молодого учителя информатики, каким его запомнили друзья и ученики школы номер 17. Вот как они отмечали День Учителя. Внимание. Особо хочется поздравить с праздником молодых учителей, которые в этом году впервые переступили в порог нашей школы как учителя. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Мы надеемся, что нас смотрят сегодня в Смоленске и Артём Стригин, и Андрей Елисеев получат заслуженное наказание за то, что они совершили и не уйдут от правосудия. Ну а всем зрителям хочу ещё раз напомнить, что в каждом дворе сегодня есть камера, которая следит за вами. Так что, выясняя конфликт кулаками, помните об этом. Берегите себя и своих близких. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ